Добрый день! Меня зовут Сергей Харенцев, и я расскажу сегодня о важном научном результате, который недавно был получен в лаборатории квантовой фотоники и метаматериалов Казанского Федерального Университета. Речь пойдет об электрон-фотонном взаимодействии, которое возникает при переходе системы от порядка к беспорядку. Почему это важно? Потому что знания в этой области позволяют не столько расширить, сколько кардинально изменить наше представление о природе взаимодействия света и вещества. Ровно сто лет назад, в 1923 году, американский физик Артур Камптон впервые экспериментально продемонстрировал наличие импульса у рентгеновского фотона при его рассеянии на свободном электроне в металле, за что в 1927 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Этот эффект стал возможен благодаря согласованию импульсов фотона и электрона, длина волны которых составляет примерно 10 нанометров. Позже, в 1928 году, индийским физиком Рамманом была предпринята попытка наблюдения камптоновского рассеяния солнечного света, но из-за рассогласования импульсов оптического фотона и электрона, примерно три порядка, этот эксперимент потерпел неудачу. Однако вторичное, неупругое рассеяние солнечного света в жидкостях и газах, которые наблюдал Рамман, имела иную природу и позже получила название комбинационного рассеяния света или Рамман-эффекта, за что был удостоен Нобелевской премии по физике в 1930 году. Суть его явления заключалась в модуляции падающего излучения колебаниями среды. Так возможно ли наблюдать камптоновское рассеяние оптического излучения? Результаты наших последних работ приводят к утвердительному ответу. Да, это возможно. В отличие от оптики, где импульс фотона связан с длиной волны света, в нанофотонике импульс фотона определяется через пространственное ограничение оптической неоднородности, например, шероховатостью атомного размера. Сильное рассогласование импульсов электрона и оптического фотона делает их взаимодействие чрезвычайно слабым. Для решения этой задачи было предложено использовать новую физическую парадигму в фотонике, оптическую нано-антенну, которая обеспечивает каскадное по принципу матрешки усиление оптического поля. В большинстве случаев для решения этой задачи использовались плазмонные наноструктуры, в которых свет идеально поглощается в условиях плазмонного резонанса. Пространственная локализация фотона ближнего поля локализации ограничивается размером плазмонной наноструктуры и ограничена снизу 5-10 нанометрами. Именно такое пространственное разрешение достигается в терс-микроскопии. Очевидно, наилучшую локализацию света обеспечивает один атом. Такой режим часто называют геометрической сингулярностью. Для решения этой задачи профессор Лукас Навотный предложил использовать самоподобную нано-антенну с каскадным мультипликативным механизмом усиления сжатия оптического поля. Именно такой физический принцип, направленный на улучшение электрон-фотонового взаимодействия, лежит в основе беспрецедентного оптического сверхозрешения λ1000, достигнутого Донгом и Абкорианом. В их работах можно наблюдать широкополосное рассеяние света, которое осталось в этих работах без внимания. Какую же роль играет оптическая антенна в полупроводниках и фотонике? В природе не существует идеальных кристаллов, и поэтому их решетки всегда искажены дефектами, которые вносят в систему статический беспорядок. Возникает вопрос, а может ли беспорядок или хаос играть конструктивную роль в улучшении оптических и электронных свойств твердых тел? Преобразование кристаллов в разупорядоченное состояние или в стекло создает ансамбль разноразмерных структур, который может выполнять роль оптической нано-антенны. Следует напомнить, что аморфный кремний в 30 раз лучше поглощает свет, чем кристаллические. Это означает, что стекло может быть использовано для генерации сжатых или локализованных фотонов. Дефекты в полупроводниках являются причиной образования дополнительных электронных уровней в запрещенной зоне, формируя так называемый электронный континиум состоянии, который мы называем мостиком урбаха. Состояния урбаха могут приводить к нетривиальным спектроскопическим свойствам твердых тел, о которых речь пойдет чуть ниже. Другим наиболее важным и недооцененным на наш взгляд механизмом являются тепловые и зарядовые флуктуации, приводящие к дополнительным искажениям решетки или к динамическому беспорядку. Этот эффект был теоретически и экспериментально продемонстрирован Луисом Брюсом в 2017 году, который недавно, буквально несколько месяцев назад, получил Нобелевскую премию за открытие квантовых точек. Можно ли наблюдать беспорядок в материалах медомиаптической спиртскопии? В 1987 году Генрих Криксман впервые наблюдал широкополосную эмиссию на кварце, положение которой зависело от длины волны лазерного возбуждения, что указывало на равновское рассеяние. В своей работе Криксман объяснил этот эффект с помощью гигантской поляризуемости водородных связей. Позже, в 1989 году, Анатолию Мальшукову удалось пронаблюдать подобное явление на металлических наноструктурах, шероховатых серебряных пленках, и предложить физическую модель этого эффекта. В рамках его теории широкополосное излучение было объяснено неупругим рассеянием света на флуктуациях плотности одноэлектронных состояний, вблизи уровней поверхностных дефектов, которые расположены в окрестностях уровня ферми. Долгое время это явление оставалось незамеченным научным сообществом. Однако с появлением терспектроскопии в 2000 году исследователи стали обращать внимание на широкополосную эмиссию от металлической наноантенны, которая изначально интерпретировалась как фотолюминесценция, обусловленная оптическими переходами, в которых менялся импульс электрона. Позже этот эффект был интерпретирован Баумбергом как электронное рамоновское рассеяние света. Как видно внизу из спектра справа, Бенрен впервые показал принцип управления электронным рамоновским рассеянием путем изменения шероховатостью тонких пленок методом анодного окисления. В отличие от обычного колебательного рамоновского рассеяния, в этом процессе начальные и конечные электронные уровни не совпадают. Кроме того, при освещении такой системы с сжатым светом импульс электрона может меняться, что приводит к эффективным непрямым оптическим переходам. В нашей работе мы впервые продемонстрировали электронное рамоновское рассеяние в полупроводниковых стеклах, которое обусловлено импульсом сжатого фотона. Мы использовали гетерогенную аморфокристаллическую матрицу из Кремния или Германии. При их освещении лазерным светом с энергией меньше ширины запрещенной зоны наблюдается низкочастотное и высокочастотное электронное рамоновское рассеяние, которое зависит от размера структурных элементов. Это свидетельствует о том, что этим излучением можно управлять с помощью структурного беспорядка. Одним из ярких доказательств является появление тяжелого хвоста вторичной эмиссии, в диапазоне от 3000 до 7000 обратных сантиметров, что соответствует энергии 0,5-1 электрон-вольт. Другим важным доказательством является однофотонная антистоксовская или стоксовская фотолюминесценция при нерезонансной накачке. Помимо Кремния и Германии нам удалось пронаблюдать этот эффект на других разупорядоченных системах. Нитрит титана, флюорид, пировскиты, халькогениды и высокоэнтропийные кристаллы. Следует отметить, что электронное рамоновское рассеяние в наноразмерных металлах проявляется в виде одной широкой полосы с центром в области накачки, тогда как в полупроводниковых стеклах наблюдается две широкие полосы, одна в центре накачки, а другая смещается в красную область благодаря размерному эффекту и представляет собой комптоновское рассеяние света. Полученные результаты указывают на то, что мы стоим на пороге формирование нового научного направления, связанного с развитием спектроскопического метода структурного анализа, основанного на электронном рамоновском рассеянии света. Этот метод будет использован не только для анализа таких разупорядоченных твердых тел, как стекла, керамика, аморфные пористые материалы, но и для 3D-реконструкции живых систем, например, белков при комнатной температуре. В оптоэлектронике полупроводниковые стекла позволят значительно увеличить квантовый выход люминесценции и поднять порог фотодетектирования. Кроме того, мы убеждены, что этот материал ляжет в основу создания белых светодиодов и лазерных источников света с перестраиваемыми электронными состояниями. Другим важным научным направлением является лазерное охлаждение разупорядоченных полупроводников до криогенных температур благодаря сильному электронно-фотонному взаимодействию. Динамический беспорядок в полупроводниковых стеклах приводит к низкочастотному электронному рамоновскому рассеянию, который крайне чувствительен к температуре, и поэтому на этом принципе можно построить температурный сенсор, основанных на измерении энергии Урбаха. Мы ожидаем значительный прогресс в фотовольтаике благодаря использованию гетерогенных полупроводниковых стекол в солнечных батареях, в том числе благодаря эффекту Зиебека. Наряду с камптоновским рассеянием света недавно профессор Ида Каминар экспериментально пронаблюдал эффект черенкованно-свободных электронов благодаря усиленному электронно-фотонному взаимодействию. И, наконец, самым интригующим достижением является возможность рождения материи из вакуума или преобразования электромагнитного поля в материю и антиматерию, когда два гамма-кванта при столкновении рождает электрон-позитронную пару. Эти работы открывают беспрецедентные возможности в области энергетики путем прямого извлечения колоссальной энергии ЕМЦ-квадрат из вещества, по аналогии с извлечением энергии через механизм деления ядер в радиоактивных материалах, которая привела к созданию атомной промышленности. Подводя итог, следует отметить, что беспорядок в любой системе, обычно воспринимаем как негативный фактор, становится драйвером развития высоких технологий, в которых порядок возникает из хаоса. В твердых телах беспорядок способствует пространственному согласованию импульсов электрона и сжатого фотона, и таким образом приводит к усиленному взаимодействию света и вещества. Это означает, что пространственная локализация фотона может быть использована для наблюдения камтоновского рассеяния видимого света в разупорядоченных твердых телах. Я хотел бы поблагодарить команду соисполнителей нашей научной работы, опубликованной в журнале ICS Nano. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!